Добрый день дорогие мои! Божье благословение каждому из вас! Я с огромной радостью стою перед вами и хочу призывать во всех молящих молитвах. В связи с объявлением, что некоторые части Украины по военному положению, Господь Сына положил на моем сессии бремя и это бремя чтобы мы все поднимались как никогда и молились. Мы должны проводить как по нашей программе обычно 13 по 15 декабря ретрит, но мы ввели несколько изменений в этом ретрите. Ретрит все-таки состоится в этой дате, но наша тема сейчас будет Украина, восстание и молись. Как никогда мы должны это делать, Халилюя! Почему Бог вкладывает это на сессии? Писание говорит о Моста 3 глава 7 стиха. Господь ничего не делает, прежде не открывая служителям или пророкам своим. То есть, если Бог собирается что-то делать, Он заранее открывает о свои намерения. И Библия утверждает, что определенное от Господа состоится. Намерение Него, намерение Его не может быть остановлено. Халилюя! Поэтому наша надежда сформируется и утверждается на слова Господни, касающиеся нашу страну, Украину. То, что происходит, мы не должны быть в панике. Мы не приняли духа боязни, чтобы снова жить в страхе. Мы приняли дух Божий. Бог сказал, я вселюсь в вас и буду ходить в вас. Особенно те, которые приняли Иисуса Христа как личного спасителя и возрождены по Духу Божьему. От Бога возрожден. Нам нечего бояться, но это величественная привилегия и возможность для нас объединиться в силе и молиться, как никогда. Знаете, когда есть пожар в городе или в доме, неважно в каком языке, ты будешь кричать за помощь. Когда корабль, переполненный людьми, тонет, неважно в каком языке, ты будешь призывать Бога. Как написано Деяние апостола, когда Павел, как написано пророка, когда и он был в корабле, и корабль пережил тон. И кричали все, все плакали, а он прятался. Поэтому, когда Деяние апостола был в подобной ситуации, Павел встал и сказал, не бойтесь, потому что Бог говорит со мной эту ночь. У нас все будет в порядке. Всегда нужны люди, которые знают Бога своего. И он сказал, блажен человек, который надеется на Господа. Значит, Бог будет благословить, надеющийся на Него, не в панике, а в вере. Халлилуйя. Поэтому я призываю вас к этой ретрите. Мы называем всенародный молитвенный ретрит. И наша главная тема, Украина, восстань и молись. Мы будем молиться три дня и поститься. Те, которые в силе поститься, это будет молитва и пост. И позвольте мне сказать следующее. Больше никакие дипломатические молитвы и формальный вид молитвы. Такие ситуации, не дипломатия, когда дом в пожаре, когда Калифорния в пожаре, это уже не дипломатический или формальный способ спасаться. Это уже призыв спасения. Халлилуйя. Поэтому я призываю вас, мобилизируйте, постари, служители, верующие, христиане. Давайте будем мобилизоваться по всей области Украины, по всем городам истерии. Встань, Украина, восстань и молись. Есть сила в молитве. И Господь услышит тебя. Я хочу вдохновить, подкрепить этим. На ретрите мы будем пахать в молитве. Мы будем и дальше после этого побуждать себя проповедовать Евангелие. Потому что в это время нам нужно победить страх. Нам нужно победить врага. Нам нужно победить все, что приносит мучения. И жить в мире и победе с Господом. И мы можем, помните книгу пророка Иона. Ион призвать Богом. Библия говорит, в 3 главе книги пророка Иона, что он получил задание. И Бог говорит, встань, иди, Ниневи, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Встал Ион и пошел в Ниневи по слову Господню. Ниневи же был городом великим у Бога. На 3 дня ходьбы. И начали Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день. И проповедовать, говоря, еще 40 дней, и Ниневи будут разрушены. И поверили Ниневицы богу, и объявили пост, и отделят вертища от большого из них до малого. И поверили Ниневицы богу. Это слово дошло до царя Ниневи. И он встал с престоля своего, снял себе царское обличение свое, и одесса вертища, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневи от имени царя и верможи его, чтобы ни люди, ни скот, ни воли, ни овцы ничего не ели и не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрытие были вертищем людям, и скот, и крепко вопили к Богу. Крепко вопили к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия в руки свои. Кто знает, вот, кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пиляющий гнев свой. И мы не погибнем. И увидит Бог дело их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог об действии, о котором сказал, что наведет на них и не навет. Друзья мои, сколько времени позволь мне, хочу делиться с вами это. И он получил, халлилуйя. Если они не будут молиться и сказать, что Господа им предваряет беда. Пророк знал, что Бог говорит. И понимал, что неневи будут страдать. Потому что неневи не видят свое состояние. Кто-то должен сказать ей о своей. Она не знает свое состояние. Кто-то должен открыть ей это состояние. Но он, который знал, убежал. Не буду говорить долго об этом. Но между тем, когда Бог первый раз сказал ему идти к неневи. И между тем, когда второй раз Бог сказал ему, он пережил многие трудности. Он пережил почти смерть из-за его непослушания, из-за его нежелания, из-за его нежелания прийти к консенсусам с Богом за народа Неневи. Я верю, что сегодня не найдется такие верующие, которые не хотят идти на консенсус с Богом, его словом, чтобы положить время для молитвы, для спасения Украины. И все областей, которые ближе к границе с соседом. Я призываю вас к молитве. Когда он понял, что происходит, и начал один день проповедовать. Это не был дипломатический проповед, это был неформальный проповед, это от крика души. И слово дошло до царя. И царь услышал это, народ услышал это. И не верюся язычески, объявили пост и молитвы. Царь снял свои царские одежды, ушел от пост, от трона, съел пепля, одел вертищи, мешок на себе, и начал молиться. И повелел, и дай приказ, чтобы все молили, даже до грудного ребенка. Все начали молиться, и животные. Никто не ел, никто не пил. Настолько был острый приказ. Настолько было важно. Поэтому я побуждаю вас все. Не важно, не скажи, моя хата в край. Не, 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 не. Если мы не будем молиться, это придет неожиданно. Я жил 10,5 лет в Краматовске, со своей семьей. Когда однажды дочка из школы приходит и говорит, папа, во дворе на песочнице сидит военный с оружием и пересилит, простите меня, мочает песок. И 10 метров от песочнице, гаражей, там ходят по башню. Я вышел и посмотрел, это было так. Друзья мои, и в центре площади, я жил недалеко, все блокированы администрации города, здания, захвачены. Пару дней в центре улицы стоят в дыме. Две маршрутные троллейбусы, все маршрутные такси, две лековые машины спалили, и они были в дыме, потому что была информация, что украинские армии наступают. Чему я веду? Люди якобы жили спокойно, все добре, следующий день война. Все, свобода, которая была исчезла. Многие служители разбежали, многие верующие разбежали, люди разбежали за жизни, пока украинские армии не пришло и восстановить Барьяну. Но война до тепла прайс-кодит 100 километров от Краматозка. Направление Луганска, направление Донецка. Дорогие мои, мы не будем спать. Украина восстает и молитва, это призыв Божий к нам всем. Не важно в каком области, то ли Чениговский область, то ли Сумская область, то ли Хаковская область, то ли Запорожский область, то ли Николаевский область, Хессонский область, Одесский область, Винницкий область, Днепетровская область, Киргизская область, Кировоградская область, Хеминистская область, Черниговская область, Черновская, Львовская, Тенниповская. Давайте, Волинская, встать и молиться, чтобы Бог коснулся. Я призываю всех, секреа, пасторы, на вашем территории, организуйте молитвенный ретрит, организуйте молитва, забудьте, что ты 50-ник, забудьте, что ты харизмат, забудьте, что ты ботист, забудьте, что ты православный католик. Объединяемся в один голос, единодушно, молиться, молиться, пока не будет мир над Украиной. Я верю, что это, чему Бог призывает нас. Я верю, что это возможно. Когда через Моисея Бог вывел Израиль, из Египета, фараон гонился за ним, колесница и лошадей, войска, армия фараона пошла за израильчанами. И вот перед ними море, нет выхода. И Моисея сказал, сегодня, стойте, увидьте спасение Господне. Не бойся, Господь слышит молитву. Он говорит, надеемся на Господа, спасется. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Люди, которые молятся, Господь услышит. Авраам молится, Исаак молится, Иосиф молится, Яков молится. Иисус Навин молится, Халиф молится, Даниил молится, Пьет молится, Павел молится. И ты будешь молиться. И Бог не изменится. Вчера, сегодня, вовеки Он тот же. Господь наш, не изменится. Друзья мои. Позвольте мне сказать, Моисея сказал народу. Сегодня увидьте спасение. И Бог взял две вещи. Между египетянами, израильчанами, Бог послал огненный столб. Для израильчаней, написано, это было освящение. Дал им свет. А для египетян и армия, их, это была темнота. Они ничего не видели. Бог ставил преграду между ними. Я верю, что наша с вами молитва поставит преграду на нашей границе. Что ни один пул, ни одна бомба, ни одно орудие, то ли по земле, то ли по морю, то ли по воздуху, то ли самолет не проникнут и не пройдет через границы. Армия египетяне не могли пройти. Пройти. Это стены, которые Бог поставил. И наша молитва промолит, чтобы стены Божьи были поставлены между Украиной и агрессором. Чтобы ни один солдат, ни один пул, ни одна пуля, ни самолет, ни истребитель, ни корабль, ничего не мог проникнуть этой стене. То ли по земле, то ли по воде, то ли по воздуху, чтобы не прошло. И Господь так и сделает. Халлилуйя. Поэтому я призываю все вас. В следующей неделе я уезжаю в Суми. Я призываю все церкви и пастыри и верующие в Суми. Давайте собираемся. Там церковь ковчег. Буду молиться. Это не время бояться, время молиться. В молитве есть сила. Бог слышит молитву. Помните Иосифат? Через молитвы Бог возбуждал замешательство. Станье врагов. И они разбежали. Уничтожали друг друга. Мы призываем Бога, чтобы Он стал. Восстань, Господь и враги твои, да расточатся, расточатся во имя Иисуса. Давайте снимем всякий мантео нашим и возьмем, как этот царь сделал мне, смирение, единство, любви, понимание и подвязаться в молитве. Господь услышит. Я приглашаю вас, все, кто живет в Сумский город, в Суме, 8 и 9 число. Мы посвящаем молитву Украина, восстань и молись. И тоже недели 13 по 15 в Киеве зайдите в нашу страницу, блок наш, семейные центры Евангелия, мероприятия, все там есть. Я отменил регистрационные внос, никто ничего, чтобы все могли прийти, никакие регистрационные внос, приходите и только молись. Все информации там есть, только регистрируйте для административных вопросов, чтобы мы смогли знать, сколько людей придут. Если больше людей, чем место Божьего месяца, чтобы мы смогли принимать решение немедленно, чтобы поменяли место встречи. Но нам нужно молиться, любым способом нам нужно молиться, по-любому надо молиться. Я благословляю вас, благословляю вас все постареи, все помощники, служители Украины. Я благословляю все областей и молю Божьей ограды, это огненный стоп, стоп славы, чтобы ставить границу между Украиной и всей окружающей ей страной. Наша помощь не от запада, не от востока, не от севера, не от юга, помощь Украине от Господа Бога нашего. Давайте снимем наши верхние одежды, которые называются мое служение и объединиться и одним голосом призывать имя Господа. Благословляю вас и жду вас в сумме, Божьей помощью мы будем двигаться во все области. Поднимись, Украина, восстань, Украина, и будет день твой настал, светить, спасаться. Спасение пришло в Неве, ко всем спасение придет к Украине. Во имя Иисуса Христа. До встречи на ретрите 13 по 15. До встречи в сумме 8 и 9 декабря. Да благословат Господь Бог и хранит каждого из вас. Дорожите друг друга. С вами и с нами Господь Бог. Аминь. С вами был Игорь Негода.